Время подвести итоги. В студии Алексей Фадеев. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Новый советник президента обещает содействие НАТО в обеспечении безопасности Украины. Недобро пожаловать в чем отказывают вынужденным переселенцам в Харьковской области. Евреи против велосипедистов. Зачем в Израиле борются с двухколесным транспортом? Итак, военкома ноги кормят. По крайней мере в столице студенческие общежития некоторых киевских вузов перешли на почти осадное положение по ночам. Сюда наведываются люди в погонах и вручают студентам повестки. Тему продолжит Павлина Василенко. Для студентов Киевского политеха начались бессонные ночи. Не потому что весна, а потому что ночью по общежитиям ходят военкомы. Вот уже две ночи подряд мужская часть общежитий на чеку. Кому сегодня придут вручать повестку? Сегодня ночью и прошлой ночью представители Исламинского военкомата вместе с представителями полиции заходят в общагу в 3-4 часа ночи и начинают обход по всем комнатам, где живут студенты, которые потеряли право на отсрочку. Такое сафари происходит по КПИ, что по общежитиям ходят военком и просто забирают, грубо говоря, с кровати. За ночь военкомы обходят примерно 5 общежитий. Студенты рассказывают, не открыть им не получается, стучат в двери долго и настойчиво. Вчера утром вручили повестку 9 студентам. Ребята уехали в военкомат и не вернулись. Вчера ребят забрали и никто их не отпустил домой. То есть они уже более суток находятся на распределительном пункте и проходят медкомиссию. И отпустят ли их вообще, никто не знает. По их словам, их не хотят отпускать, отпустят только, чтобы собрать вещи и прибыть назад на прохождение службы. Друзья студентов, которые этой ночью не вернулись из военкомата, приехали под Киевский объединенный сборный пункт. Вызвали правоохранителей. Полиция протокол составила, всех выслушала и нарушений не нашла. Не было акта на конвоирование. Им не выдали по второй повестке. И сейчас их удерживают там тоже незаконно. Как могут? Незаконно было утримание, если находится в призывном пункте. Вчера им сказали выключить телефоны, но сегодня несколько человек начали появляться. Под призыв попадают те студенты, которые потеряли право на срочку от армии. Все, кому вручали ночью повестки, были когда-то отчислены, но восстановились на контракте, утратив тем самым освобождение от воинской службы. По закону человек призывного возраста должен явиться в военкомат даже тогда, когда не получил повестку в руки. На это отводится 10 дней со дня начала мобилизации. В Киевском сборном пункте говорят, все сделали по закону. Молодые люди в военкомат не явились после получения повестки. А военкоматы работают круглосуточно. Поэтому пришли ночью, чтобы застать призывников на месте. А вот юристы говорят, все дело в процедуре. Получать повестку призывник должен добровольно. И уж никак не ночью. Способ, в котором это делают, свидетельствует о том, что военкоматы не могут набрать необходимую количество призывников. Потому что у нас сейчас работает, очевидно, коррумпованная схема, когда люди, сынки, людей богатых просто откуповываются. И пришли, обратите внимание, именно туда, где меньше защищены молодые люди. Это гуртожиток. Это те дети, у которых нет возможности вынаймать себе жилье. Это дети, которые из других мест. И, соответственно, их родители не проживают в Киеве. То есть сразу, терминально, родители не могут что-то порадить, помочь. Юристы же считают, такая процедура вручения повестки, это вполне повод для жалобы или судебного иска. Павлина Василенко, Максим Чеблин, подробности, телеканал Интер. К другим темам. День пограничника сегодня отмечают в Украине. По случаю праздника президент побывал в расположении мобильного погранотряда. Петр Порошенко передал подразделениям службы около 100 единиц техники на сумму почти 40 миллионов гривен. Кроме того, выступая перед личным составом, он заявил о повышении зарплат пограничникам. Рядовые сотрудники будут получать теперь по 7 тысяч гривен, а подполковники, к примеру, по 16. Затронул Порошенко и вопрос выборов на Донбассе считает, они должны пройти по украинскому законодательству с международными наблюдателями и при участии украинских партий. Ну а линию соприкосновения будет охранять полицейская миссия ОБСЕ. Минские договоренности, которые чутко предпочат виведение окупационных войск с всей украинской территории, восстановление украинского контроля над государственным кордоном, запроваджение озброенной полицейской международной миссии ОБСЕ, я как поставить на всех пунктах пропуску свои постельно действующие патрули. Бывший генсек НАТО Андерс Фок Расмуссон обещает помочь Украине с безопасностью. Накануне президент Петр Порошенко назначил его своим внештатным советником. Расмуссон в фейсбуке написал, что сделает все возможное для обеспечения безопасности Украины, проведения реформ и сближения с ЕС. Также бывший глава Североатлантического альянса отметил, Киев должен начать борьбу с коррупцией и приступить к реформам. Печальные новости с Мариупольского направления. Накануне ночью недалеко от Новотроицкого в бою с вражеской ДРГ погиб один из комбатов 72-й бригады Андрей Жук. После этого боя боевики почти 4 часа утюжили наши позиции с крупнокалиберных минометов, САУ и даже ГРАДов. Подробности у Станислава Кухарчука. После прошедшей ночи бойцы на этих позициях измучены и абсолютно невеселы. Ребята пережили 4-х часовой вражеский обстрел из минометов САУ и смерть боевого товарища. В бою с вражескими диверсантами погиб командир соседнего подразделения Андрей Жук. Боевики пытались пройти через линию фронта в тыл. Погиб командир. Потом они через балку вышли сюда на нас. Хотели пройти сюда, но мы их не пропустили. Мы их обстреляли, открыли огонь. И не знаю, потому что не может быть, чтобы мы их упустили так. Мичман не уверен, что группа диверсантов смогла выйти. Вероятнее всего боевики еще в посадке, поэтому просят быть аккуратнее и не высовываться. Так полков проще пролебаться? Конечно, конечно. Нельзя ходить так. Потому что, может, снайперов выкинули они там, понимаете? Проход и выход этой диверсионной группы прикрывала тяжелая артиллерия боевиков. Стреляли с пригорода до Кучаевска. По нашим били 120-миллиметровые минометы. САУ в соседнюю позицию накрывали градами. Стас показывает осколки. Они буквально дождем сыпались на головы украинских солдат. Интервал мне 2-3 минуты. Вот, ложили по 2-4 штук. По 2-4 штук. Батарея, скажем, варенье. Батарея передвижная. В штабе бригады предполагают, что это была необычная диверсионная группа. Вероятнее всего, российский спецназ. У международных наблюдателей нам удалось выяснить, чтобы во время ночного обстрела боевиков пострадали и близлежащие села. Пока мы тут с вами разговариваем, один из патрулей находится недалеко от тех мест, где ночью шли бои. Результаты его работы будут в нашем отчете в публичном доступе. В штабе оперативно-тактической группировки Мариуполя уверены, вражеские обстрелы будут продолжаться. К боевикам зашел очередной конвой тылового обеспечения. Результаты этого прихода конвоя мы спостерегаем зараз на линии фронта. Пациент загустрения обстрелев и их щельность. Наши военные к этому готовы, правда, сетуют. Кроме стрелкового оружия боевикам нечем ответить. Вся украинская артиллерия уже давно отведена от линии фронта. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Переселенцы, которые летом 2014 года приехали в городок Чугуев в Харьковской области, хотят, чтобы их временное жилье стало постоянным. А вот чиновники категорически против. Почему, выясняла Лидия Калинина. Этот центр в Чугуеве одним из первых в Харьковской области начал принимать переселенцев. Через него прошли тысячи беженцев. Летом 2014-го волонтеры приводили людей сюда автобусами. Многие из них тогда не понимали, как долго им здесь придется оставаться. Со временем кто-то нашел другое жилье, кто-то уехал обратно. Сейчас тут 27 человек. Здесь проживают 10 человек в комнате, трое деток. Три комнаты, кухня и санузел один на всех. До недавнего времени переселенцы жили здесь бесплатно. Потом вдруг отрезали свет, якобы за долги. Заплатили 18 тысяч гривен, подключили. Но теперь чиновники вообще грозят выселением. Дескать, центр туризма и краеведения не место для постоянного проживания. Говорят, вам надо отсюда переехать в Юрченково, в село. Но там как условий никаких нет. Дети тут уже ходят в школу, в училище, в школу. На работу все поустраивались. Работа вот главное, за что держится в Чугуеве Даня у парня ДЦП. И хотя по профессии он социальный педагог, с трудом устроился сторожем. Для меня работы там нет, в селах. А пенсия в тысячу гривен, я думаю, пусть попробуют наши чиновники прожить на таких условиях. С ужасом ждет переезда и Лариса. Она почти не встает после химиотерапии. Вся пенсия, а это аж 1200 гривен, уходит на лекарства. Говорит, им с мамой предлагали переехать в дом престарелых. Но тогда большую часть дохода придется отдавать государству. А где брать деньги? Ну просто нереально. И поэтому для нас вот эти условия, у нас сейчас в комнате 4 семьи. Для нас это за радость. Волонтеры, которые вот уже два года обустраивают быт переселенцев, говорят, давно просили чиновников перевезти это помещение в жилой фонд. Сделали вытяжки, поставили окна. В принципе, были планы еще сделать полы, но власти тут же заерепенились. А вот в райадминистрации уверяют, переселенцы просто капризничают. Молым предлагали переехать не только в села, но и в модульные городки Днепропетровска и Запорожье. Из этих же сел люди ездят работать и в Орачево, и в город Харьков, и в Малиновку, и так далее, и так далее. Поэтому было бы желание. Борьба чугуевских волонтеров и чиновников не утихает. Первые настаивают, людей следует оставить в покое. Вторые не отступают. Туристический центр нужно вернуть довоенным хозяевам. Кто победит, пока не ясно. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Заметание следов. При Карпатии журналисту не дали зафиксировать на видео ДТП с участием служебной машины председателя Верховинского райсовета. И даже применили силу. Что хотели скрыть от общественности, узнавали наши корреспонденты. Вот этот участок дороги находится почти при выезде из райцентра Верховина. По одну сторону жилые дома, по другую обрыв над рекой Черный Черемош. В среду вечером здесь произошло ДТП. Председатель райсовета Иван Шкиндюк на повороте не справился с управлением и, протаранив отбойник, слетел с дороги. Я был, перебывал в доме и слышу стоп такой. Характер не столько аварии. Ну, вышел, там уже все готово. Местный журналист Виталий Матюцкий на месте аварии был уже через несколько минут. Говорит, застал только полицейских, которые собирали обломки автомобиля. Потерпевшего увезла скорая. Разбитую машину – эвакуатор. Как только мы подъехали до районного отдела, мы увидели, что дают команду эвакуатору быстро отъезжать и стараются закрыть один из гаражей около районного отдела. Когда мы подбивали туда, нас майор, в принципе, запустил, чтобы снять этот сюжет, этот разбитый автомобиль. Но через буквально секунд 30 они придумали и начали нас отверстие. Как это было, журналист успел снять на мобильный. Руки, 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 руки. Сегодня Виталий убежден. Местные правоохранители попросту пытались скрыть, что председатель райсовета Иван Шкиндюк в нерабочее время ехал на служебной машине. И, возможно, даже был пьян. По данным журналистов, в тот день он отмечал день рождения своего зама. В полиции же уверяют, ничего скрывать не собираются. И даже разрешили нам снять разбитый автомобиль. По данному факту порушено криминальное проведение за статьей учения ДТП. Взяли анализы, пробки крови на установление факта уживания или не уживания алкогольных напоев. На данный момент результатов нет. Но Виталий Матюцкий уверен, если бы полиции не было чего скрывать, его бы не вытолкали из гаража. Поэтому уже готовят заявление в обл. управления полиции о воспрепятствовании журналистской деятельности. Пообщаться с самим участником аварии нам не удалось. Иван Шкиндюк в областной больнице. Врачи отказываются к нему пускать посетителей и не комментируют состояние его здоровья. Алла Матюшок, Жанна Дучак, Максим Кирыльев. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Горячей выдалась эта ночь в Авдеевской промзоне. Боевики активно использовали ствольную артиллерию. Несколько сотен пушечных снарядов и минометных мин ударили по позициям украинских десантников. Есть раненые. Последние новости с донецкого направления в материале Руслана Смещука. Это называется тишина. Вот это мы называем тишиной. То есть, если когда звонят, спрашивают, как у вас, вот это мы называем тишиной. Прошедшие сутки тут выдались очень напряженными. Боевики выпустили по промзоне рекордное с начала недели количество снарядов и мин. Ночь была тяжелая. Практически до трех часов ночи. Сегодня, в общем-то, все время нас стреляли по позициям, по нашим. Крыло 122-мм артиллерия. Более 150 прилетов на такую вот небольшую, скажем так, территорию прилетело. Днем наши позиции периодически, как тут говорят, засыпают из пулеметов разрывными пулями. Нас настоятельно просят спрятаться в укрытие. Нам демонстрируют последствия последних вражеских обстрелов. Вот, например, здесь пушечным снарядом боевиков разбило ангар. Ну, это результат начинного обстрела. Это приход 122-го калибра. САУ артиллерия. Это очень плотно ложило. Полностью стенку развернуло. Все поснимало. Возвращаемся обратно. Боевики опять начинают стрелять. Вот оно об асфальт уже прилетает. Здесь вот так все это асфальтом искорюжено. Их тут много. А в самой Авдеевке сегодня заместитель председателя СНБО генерал-полковник Михаил Коваль наградил десантников 90-го батальона и бойцов 58-й бригады, обороняющих город и промзону. Специально учрежденными Минобороны медалями Авдеевка, промзона стояли насмерть. Радость, во-первых, что я потребен к Айне. По-другому, что она про меня не забывает. Такие чувства. Руслан Смещук, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Александрова и Ерофеева в ГРУ не ждут. Об этом стало известно сегодня после статьи, опубликованной в одном из российских информагентств. Какова нынешняя судьба помилованных украинским президентом Грушников, выяснял Данил Русаков. На второй день после возвращения ГРУшников домой об их дальнейшей судьбе написали местные СМИ. В интерфакте со ссылкой на анонимные источники сообщают. Некто, кто хорошо знаком с ситуацией, рассказал, что вынесенный в Украине приговор никак не отразится на Ерофееве и Александрове. И даже уточняет, в анкетных данных графа судимость будет пуста. Где сейчас находятся осужденные украинским судом, неизвестно. По прилету в Москву их ждали жены и несколько телекамер. О своем желании дать пресс-конференцию Ерофеев и Александров пока не сообщали. Тот самый неназванный источник прокомментировал и перспективы трудоустройства ГРУшников. В армию в силу определенных обстоятельств, о которых информатор не сообщил, они не пойдут. И добавил, оба молоды и обязательно найдут себя в новой жизни. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. 45 мигрантов утонули у берегов Италии. Лодка, заполненная беженцами, перевернулась. Береговой охране удалось спасти 135 человек, но четверть пассажиров судна погибли. Вот уже третий день подряд мигранты массово подплывают к итальянскому берегу. Корабли военно-морских сил страны только за вчерашний день спасли 2000 беженцев из Ливии. Во Франции из-за компьютерного сбоя 7 тысяч пассажиров провели ночь в вагонах скоростных поездов. На линии Париж-Бордо вышла из строя сигнализация стрелочного оборудования. Из-за этого 13 поездов пришлось остановить. Ну а три рейса отменить вовсе. В скоростных поездах нет спальных места, поэтому пассажиры вынуждены были коротать ночь сидя. Продолжили путь поезда только утром. Топливный кризис во Франции, похоже, близится к финалу. Властям удалось наладить поставки бензина на заправки. Вместе с тем и правительство, и профсоюзы не спешат заявлять, что полностью достигли согласия. Ключевые спорные вопросы, которые и привели к масштабным забастовкам в стране, не решены. Подробнее Геннадий Вивденко. Очереди за топливом еще есть, но уже не надо стоять часами. Властям и промышленникам удалось возобновить поставки бензина и дизеля на французские АЗС. Ранее основной оператор заправок в стране, компания «Тоталь», заявляла четверть ее бензоколонок без топлива. Во Франции бастовали шесть из восьми НПЗ. Теперь удалось возобновить поставки с хранилищ, которые были заблокированными участниками акций. Ситуация на сегодняшнее утро в целом улучшается. В некоторых регионах почти нормализировалась. Мы наблюдаем за другими регионами и пока не можем сказать, что кризис миновал. Более всего пострадал северо-запад Франции. Туда поставки топлива были практически прекращены. Причина забастовки французов – несогласие с политикой правительства. Реформы власти – это сокращение ряда льгот работающим и уменьшение зарплат. Вызвали протест профсоюзов. Однако безработица во Франции порядка 10% и правительство во главе с Мануэлем Вальсом стоит на своем. Цель – стимулировать экономический рост. Главное, чтобы работодателям было проще увольнять и нанимать сотрудников. Для французских граждан это более чем причина для массовых выступлений. И все же властям за неделю удалось найти диалог с крупным бизнесом. И топливный кризис понемногу сходит на нет. Все уже налаживается. Думаю, это потому, что машины многих людей теперь с полными баками. Бензина на французских заправках стало больше. Правительство готово пойти на определенные уступки профсоюзам. Однако в целом реформы отменять не намерено. Геннадий Бевданко, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро. Телеканала Интер. В Испании задержали семерых человек по подозрению в краже картин знаменитого британского художника Фрэнсиса Бэкона. Стоимость похищенных полотен почти 28 миллионов долларов. Исчезли раритеты из частного владения в Мадриде год назад. В феврале к испанским детективам обратились представители британской компании, которые получили письмо с просьбой проверить происхождение нескольких картин. Это и вывело полицию на след мошенников. Авария бомбардировщика времен Второй мировой в Нью-Йорке. Скандальные подробности голливудского развода Джонни Деппа и пикантный запрет в Пакистане. Об этом и не только далее в нашем обзоре. Опасная звезда. Голливудскому актеру Джонни Деппу запретили приближаться к супруге. На судебных слушаниях Эмбер Хёрд обвинила Деппа в насилии и как доказательство предоставила фотографии с синяками под глазами. По словам актрисы, муж во время ссоры бросил в нее мобильный телефон. Хёрд и Депп были женаты 15 месяцев. В начале недели актриса подала в суд Лос-Анджелеса заявление на развод. Позаботятся о родителях за деньги. В Китае работники, которые являются единственными детьми в семье, смогут брать дополнительный 20-дневный оплачиваемый отпуск по уходу за пожилыми родителями. Таким образом, власти пытаются компенсировать политику «одна семья, один ребенок». Ее проводили в Китае более 30 лет, чтобы замедлить темпы прироста населения. А в конце прошлого года отменили, так как население государства начало стремительно стареть. Гусеничная достопримечательность. В шотландском городе Стерлинг тысячи личинок-бабочек соорудили 10-метровую паутину на кустах у строительного гипермаркета. Таким образом, они пытались защититься от хищников, но в результате привлекли внимание туристов. Огромная гусеничная паутина наравне с древним замком стала одной из достопримечательностей города, ради которой в Стерлинг едут путешественники. Утопили раритет. В Нью-Йорке в реку Гудзон упал истребитель-бомбардировщик времен Второй мировой войны. П-47 Сандерболт принимал участие в торжествах, посвященных 75-летию модели. Организовал их Американский музей военно-воздушных сил. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Представители музея предполагают, что во время полета мог отказать двигатель. Пилот, по всей видимости, погиб. Презервативы вне закона в Пакистане запретили рекламировать контрацептивы в теле- и радиоэфирах. Своё решение власти страны объясняют тем, что подобная информация вызывает нездоровый интерес у детей. Им становится интересно, как, собственно, пользоваться продукцией. Это стало причиной многочисленных жалоб. В итоге в Пакистане запретили любую рекламу контрацептивов. Трансгендеры соревновались в Израиле. Первый конкурс красоты среди женщин-транссексуалов прошёл в Тель-Авиве. Победила в нём арабская танцовщица, 21-летняя Талина Абухне. Девушку отобрали из 30 претенденток. Теперь она будет представлять Израиль на международном соревновании в Испании. И в случае победы получит сертификат на 15 тысяч долларов, позволяющий сделать ряд пластических операций в Таиланде. Несколько тысяч велосипедистов в день Киева проехали по центральным улицам столицы. Они разделились на группы детские и семейные. Также была колонна профессиональных велосипедистов. Пропаганду здорового образа жизни поддержал и мэр города Виталий Кличко. Преодолели спортсмены 20 километров велопробег. Так решили сделать благотворительным. Все собранные средства передадут на лечение онкобольных детей. Собираются все велосипедисты Киева. Проезжаем по трассе, которую организаторы устраивают. И отдыхаем, гуляем, кушаем мороженое, общаемся. Организация отличная. А вот в Израиле начали бороться с велосипедистами. Почему? Все подробности знает наш корреспондент Сергей Услендер. Новый закон по отношению к велосипедистам необычайно суров. Теперь ездить по тротуару нельзя вообще. За это полагается штраф. Ездить можно только по дороге или по специально оборудованным велодорожкам. На дороге велосипедисты теперь полноправные участники движения со всеми обязанностями. Проехал на красный свет штраф 250 долларов. А за разговор по мобильному могут вообще конфисковать транспортное средство. Началось все это примерно несколько лет назад, когда на дорогах страны появилось множество велосипедов с электродвигателями. Скорость у них приличная. Разогнаться можно до 40 километров в час. Владельцы, сплошь школьники и студенты, ездили крайне безалаберно. Шлемами вообще не пользовались. В результате врачи стали выходить на акции протеста, требуя вообще запретить электровелосипеды, потому что они стали серьезно влиять на травматизмы, на статистику дорожно-транспортных происшествий. Мы не можем принять отдельные законы для электрических и обычных велосипедов. Кстати, закон, который запрещает велосипедистам ездить по тротуарам, существует в Израиле с 1960 года. Просто его не применяли. Но теперь только в Тель-Авиве сотни тысяч велолюбителей. Закон просто реанимировали. По-моему, если хозяева собак платят налог, то пусть платят его и велосипедисты. А мы на эти деньги будем развивать инфраструктуру. Велосипедисты в ответ устроили свои акции протеста. У них логика такая. Велосипед потому и стал таким популярным и массовым, что был бесплатным. А теперь нужно за него отдавать будет какой-то налог государству. Кроме того, как к новым правилам приучать водителей и пешеходов? Известно, что в основной своей массе израильтяне водят совершенно безобразно. Велосипедисты просто боятся выезжать на проезжую часть. А пешеходы, например, очень любят гулять по велосипедным дорожкам, но их за это не штрафуют. Законодатели обещали закон доработать. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. И снова в Украину. В Киевской области прошли литературные встречи памяти Николая Венграновского, известного украинского поэта, писателя и кинорежиссера. В этом году исполняется 80 лет со дня его рождения. В село Яблунивка, где любил отдыхать Венграновский, вот уже 12 лет приезжают литераторы, чтобы почтить его память. Как прошли торжества, видела Алла Матюшок. Именно на этом месте, на берегу реки Рось, в селе Яблунивка, любил отдыхать с палаткой Николай Венграновский. Известный поэт, писатель и кинорежиссер. В память о нем здесь поставили памятный знак. К этому дню особенно готовятся и жители Яблунивки. В местном доме культуры прошел торжественный концерт. Собравшимся сегодня также показали документальный фильм о его творчестве. Долгие годы эта лента была в архивах благотворительного фонда Венграновского. И теперь почитатели его таланта смогли увидеть одно из последних его интервью о малоизвестных фактах его биографии. Я приехал в Киев, поступатель в Киевский театральный институт. В руках у меня был самородный, коричневый, под залезом, за муком чемодан, с харчаном. На ногах коричневый, с порустины, балетки. Я поступил. На творческие встречи Венграновского в Яблунивку приехали многие его друзья. Один из них Анатолий Качан. Отзывается о талантливом друге только с теплом. В одному будинку мы жили и працювали тривалий час. Он был наиболее прискипливым, наиболее читал почти все и давал очень точные оценки. Венграновский, отже, неперевершенный лирик, как его еще называют, чаклун слова. У него слова какие-то другие, сполучения, больше поэтичные, чем, мабуть, у всех 60-х. Писатели признают, Венграновский чувствовал глубину каждого слова. Он мог переписывать одно предложение 20 раз, пока не почувствовал, что передал все свои мысли и переживания. Алло Матюшок, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Неделя подходит к концу и это означает, что уже завтра в 20.00. Итоги прошедших 7 дней проведут подробности недели. И вот о чем расскажут журналисты программы. Не пропустите в подробностях недели, в это воскресенье, тюрьмы на продажу. У украинских тюрем появился смотрящий, Минюст. Что построят на месте столичной Лукьяновки? Не могу представить себе, какой инвестор может потратить деньги на строительство новой тюрьмы и потом еще обеспечить коррупционные интересы. И кому приглянулась зарешоченная земля? Вип-кортежам закон не писан. С ветерком и спецсигналами. Чьи кортежи останавливают движение на столичных улицах. Из чьего кармана платят за комфорт для чиновников. Скандальные гектары. Проблема не в земле. Ее готовят под продажу, вот так уходит она и все. Почему бойцы АТО остались без земли? Болото, свалка, песок или вообще ничего? Где земля для атошников? Расследование программы. Главные темы в прямом эфире в подробностях недели. Ровно 8 вечера в это воскресенье. И на этом все. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. Увидимся в понедельник. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова